Микс Ньюз Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. Напомню, что уже несколько недель мы вещаем в формате прямого эфира. Пандемия все-таки сошла на нет, и вскоре все возобновится. 9 июня, условно говоря, День освобождения. Но сегодня, пока это еще не наступило, мы поговорим с экспертом, с нашей гостьей о том, каким образом латвийская культура развивалась в эти последние три очень тяжелые месяца. Куда мы, собственно говоря, направляемся? Можем ли мы говорить об общей латвийской культуре? Какие проблемы, актуальные проблемы существуют в этом пространстве? И что можно сделать для того, чтобы мы сами могли поменять среду, окружение и пространство вокруг нас? Не убежав, а, собственно говоря, просто попытаться переделать этот мир. Всего-навсего переделать мир. И о том, как этот мир переделать, мы поговорим сегодня с специалистом в области общественных отношений, с автором множества культурных проектов, инициатором женских стендапов и так далее, и так далее. Унна Розенбаума. Здравствуй. Привет. Большое спасибо, что ты нашла время в пятницу вечером заглянуть к нам и обсудить только что помянутые темы, но обсуждаем мы эти темы также и с нашими радиослушателями. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939, а также по номеру в WhatsApp и на SMS 2061-91-2061-91. Мой коллега Родион Золотарев обеспечивает наш эфир с технической стороны. Я попытался вчера во время подготовки программы связаться с одной из твоих лучших подруг, и она оказалась свободна для разговора, и я попросил ее сбросить мне в мессенджер три самых интересных, по ее мнению, проекта, за которыми ты скрываешься. Ты была инициатором, ты работал над ними, разрабатывал и так далее. В результате мне прислали, наверное, 20, и, скажем, поток, скажем, был очень-очень длинный, очень интересный, кое-что я сам видел, где-то я присутствовал как зритель, о чем-то я читал, но многое для меня осталось неизвестно, поэтому сегодня, в принципе, у нас в студии действительно универсальный человек, который пытается, как мне кажется, изменить мир, в котором, с одной стороны, хорошо, и, мне кажется, от тех проектов, которые ты создаешь, ты получаешь удовольствие. Но, с другой стороны, многое тебя не устраивает, многое огорчает, может быть, даже раздражает. И я хотел бы поговорить сегодня о том, как ты создаешь или меняешь эту реальность вокруг себя. Ну, напомню о самых ярких и недавних проектах, поэтому мы можем, в принципе, заглянуть и на сайт, и посмотреть, что происходит. Так, например, акция DOTS, DWMA, DOTS, на русском, наверное, воздастся дающему. Это была акция, как бы цикл шоу, бесед в помощь тем, кто страдает из области культуры, как раз вот от кризиса, от отсутствия концертов, закрытых выставочных залов и так далее. Далее это была очень интересная, длительная, интровертная кампания о латышской литературе, скажем, которая действительно в международном, скажем, пространстве показала состояние и достоинство современной латышской литературы. Также было кое-что из области кулинарии, срок-карумс, конечно же, он любим многими, ну и так далее, и так далее. Плюс ты активно работаешь в области феминизма как дискурса, с помощью сатиры, с помощью юмора, с помощью шоу. В результате я мог бы перечислять все это, в результате ты вообще как бы не сможешь получить слова сегодня. Но я попытаюсь вспомнить о том, что сегодня гостья ты, и поэтому я хотел спросить тебя, для, может быть, хронологически, эти три последние месяца, они были для очень многих тяжёлым испытанием. Каким образом возникла вот эта идея, да воздастся дающему? Ну, как бы, мне кажется, что это совершенно просто, потому что я смотрю, что происходит вокруг, и пытаюсь как бы это улучшить. А что происходит вокруг? Много моих друзей, знакомых потеряли работу, или остановились проекты, над которыми они работали. И как бы они всё время были в таком цикле, что они живут от одного проекта до другого. И эта цепь как бы прервалась. И я видела, как бы, что они потеряны. И хотелось им сказать, что всё будет хорошо, и что вы нам нужны, и что не надо всем идти работать в Риме или в Максиму. Что некоторые сделали даже из-за области кино и мероприятий. Да, культурных событий. «Всё будет хорошо» — это фраза, которая каждому из нас в какой-то момент нужна. А каким образом практически тебе удалось помочь? Что скрывается за этой компанией? Идея такая, что это даже не компания, это просто мы вместе с «Зеду Аталвэйс» создали такую возможность делиться тем, что у нас есть, что деньги, и что все люди, которые используют культуру, чтобы прийти в какое-то другое пространство своего мысления, они могут поделиться даже, там, неважно, 5 или 7 евро. И что это, как бы, возможность им сказать, что им нужно искусство. Потому что до этого был дискурс в социальных сетях, в Делфе и ещё где-то, где люди в комментариях говорили, что давай, актёры, идите, ищите нормальную работу. То есть было видно, что это их и войну. Ранит. Ну да, и хотел сказать, что всё будет хорошо. И пришла идея вместе с Янисом Скуталисом, что надо делать такое шоу, где как бы одна сторона того, это то, что мы собираем деньги, и другая, которая была, по-моему, даже более важна, это было то, что мы говорим о ситуации, как люди себя чувствуют, о чём вообще, где проблема, потому что такой проблемы перед тем в публичном пространстве, её якобы не было. Якобы, но реально она существовала. Да, да, да. Так что хотелось показать, что она есть, и надо как-то это решить. Может быть, немного статистики, каковы, скажем, финансовые успехи этого проекта? Сейчас от передачи мы получили, ну то есть люди, жертвовали, по-моему, там 8 тысяч получилось. И вчера мы открыли вместе с домами на шоппинг-малом, открыли такие концерты на крыше, которые автоконцерты, и все деньги, которые они получают из билетов, тоже идут туда. То есть это не один такой, не только передача, но это, я думаю, будет до конца пандемии, мы будем пытаться указать на то, что люди культуры тоже едят то же самое, что в магазине и что покупаются за деньги. В смысле, почему-то всем кажется, что люди культуры должны давать свою работу бесплатно. А если ты входишь в магазин, тебе никто не даёт что-то бесплатно, потому что пандемия и так далее. Ну уж там какая-то очень странное понятие того, что если ты поёшь или танцуешь, то это не работа почему-то. Да, меня удивил на самом деле такой комментарий, потому что традиционно в латвийской среде, вне зависимости от этнического происхождения, мы все любим театры, у нас есть любимые актёры, мы смотрим на протяжении многих лет одни и те же постановки, мы их всех уважаем, мы следим за их личной жизнью во всевозможных глянцевых журналах, и тут вдруг подобные отношения, как бы идите работайте, как все остальные люди. Как бы ты объяснила это? Я думаю, что люди испугались в тот момент, когда они все поняли, что они, не знаю, могут сейчас прям умереть, потому что это как бы невидимая война. Им казалось, что культура – это что-то, не знаю, как торт и хлеб. То есть, условно говоря, что культура – это роскошь, которую сейчас нельзя себе позволить. Ну, как бы все в то же самое время, сидя дома на диване, чем они пользовались, как они… Накоплениями от культуры, которые были созданы десятилетиями. Вот именно. Как постановки, фильмы и так далее. Раз уж мы заговорили на эту тему, то я хотел спросить, а что бы это ответило тем, кто упрямо будет считать, что нет-нет-нет, они же все равно ничем толком не занимаются. Что же такое выйти и пропеть песни? Тогда я бы хотела им дать такую возможность, если они у себя дома, посмотреть вокруг, что они видят. Потому что ничего этого без культуры бы не было. Потому что культура – это и дизайн, и архитектура, все, что вокруг, даже ковер, он на полу или на стене, это ничего не меняет. Его тоже делали художники. Они тоже… Это их работа. Так что я думаю, если бы вытереть культуру из нашей дома или среды, она была бы очень пустая. А меняется каким-то образом восприятие культурной индустрии? Допустим, ты довольно долго находишься в этой сфере, скажем, в этой сцене. Видишь ли ты какие-то разломы, какие-то изменения, скажем, процессы? Я очень надеялась, что эта пандемия, она как бы объединит жанры. Нет, такого нет. И еще я очень надеялась, может быть, это произойдет чуть-чуть позже, что это как бы создаст какие-то новые движения. Мне так хотелось бы. Но это еще пока неизвестно, потому что люди, по-моему, просто замерли на какой-то момент. Потом они пытались где-то что-то сделать с прямыми трансляциями и так далее. И сейчас я думаю, что-то, наверное, поменяется, но я еще не знаю, что. Правильно ли я тебя понял, что ты несколько разочарована тем, как общество прореагировало на эту пандемию? Да нет, даже не общество. Я думаю… Именно культурная среда? Именно культурная среда, потому что, когда мы начали делать эту передачу, передачу, как бы, ну, компанию или просто заеду ему акции. Акции пожертвований. Акции пожертвований. Было несколько людей, которые считали, что это вообще никому не надо, зачем, у всех все хорошо. И если мы им показывали цифры, как люди живут, и что они уже полтора месяца живут на какие-то накопления, которые не… Не увеличиваются. Угу. И что, как бы, им казалось, что если… Ну, то есть, мне казалось, что если большая беда, то у всех появляется эмпатия. Ну, с другой стороны, наше общество привыкло жертвовать, да. То есть, мы, в принципе, есть множество акций пожертвовать на всевозможные благие цели. И, в принципе, мы регулярно, каждый год, я знаю, что ты множество акций, как бы, создавала и сопутствовала им. Мы можем собрать суммы. Мы можем собрать суммы в таком случае, если мы понимаем проблему. Тут одна из проблем такая, что мы всегда на людей культуры смотрели снизу вверх. Тут они оказались на одном уровне с нами, и нам очень трудно это, как бы, переварить. Это… Там нужно какое-то время. Еще одна проблема, что люди культуры привыкли танцевать, даже если падают прожекторы. То есть, они не говорят, что у них проблемы, потому что это как-то не положено. То есть, иными словами, получается, что те, кто страдали в культурной области, не могли об этом рассказать? Даже те люди, которые приходили на нашу передачу, они говорили, что «А, это такое хорошее время, наконец-то я могу делать что-то для творчества, не бегать по концертам». Но после передачи некоторые из них «пеперсейтов по баллу». Ну, то есть, попросили это. Попросили это. Сомоществование, да. Да-да-да, потому что оказалось, что это не так просто. Они просто привыкли держать публичное лицо. То есть, проблема была в том, что они не готовы сказать, что им плохо. И это, по-моему, самая большая проблема вообще, что когда плохо, тебе очень трудно сказать, что это так. Мы как общество не умеем говорить? А, конечно, мы не умеем говорить. А причины каковы, как тебе кажется? Потому что нас приучили в школе, например. То есть, ты думаешь, всё идёт из детства? Ну, я не думаю, знаю. Как бы, ну, не только из детства. Ну, представь, ну, у меня в семье, как бы, интересовались мои мнения. То есть, оно у меня есть. Но у меня есть, наверняка, у всех. Другой вопрос. Может быть, кого-то заглушили. Ну, я знаю, как его передать словами. Большинство всё-таки делали, как им говорят. И поэтому, я думаю, это большая проблема. И я не думаю, что это, потому что мы интроверты. Мнение у нас есть, и оно грозит. Оно как-то царапает нас там, да? Да-да-да, и мы его комментируем и так далее, анонимно. Но я не знаю, почему. Ну, люди начали выходить на улицу с плакатами всё-таки. Есть такое, как бы, движение. Как ты воспринимаешь эти движения? Вернее, ты наверняка наблюдаешь за реакцией зрителей, да? Зрителей в том смысле, что те, кто читает эти плакаты, может быть, комментирует, как тебе кажется, есть у нас в обществе всё-таки, я не говорю только о культурной среде, но солидарность как таковая, то есть она распространяется постепенно или всё-таки? Я думаю, что да, потому что когда мы стояли на этом длинном пикете за парк Марса, там было очень, как бы, люди были очень близко, потому что мы стояли на протяжении бревей без улицы. И то, что было приятно, что люди идут и улыбаются, и спрашивают, и говорят, что да, мы все вместе что-то можем. То есть если пикет происходит не у Сейма, но в реальной среде, я думаю, что это даже намного лучше для всего общества, потому что у нас появляется ощущение, что мы что-то можем как общество. А пикет у Сейма – это как бы такое непространство вообще, то есть там как бы всё бессмысленно? Я имею в виду, что физически не видно просто. А сейчас, ну если это бревей без улицы, там много транспорта и так далее, я думаю, что это меняет вообще мышление о том, надо или не надо нам идти голосовать, имеем ли мы какую-то силу как общество или нет. Я думаю, что это веселый. Это полезно. Скажи, пожалуйста, не видишь ли ты некоторых параллелей с концом 80-х, с третьей атманой? То есть некоторые формы протестов и пикетов, они случайно не перекликаются даже пространственно, может быть, там живые цепочки людей, ещё какие-то моменты. Я стояла в том же месте, где я стояла, когда был бревей без... Ну, балдей, сценишь. И мы могли выбрать место, и мне казалось, что это будет так же великолепно. Это было у Рейгис Молодость. Мои родители тоже стояли с ними. И как будто, я думаю, у многих было такое флешбек или дежаву. Скажи, пожалуйста, а почему мы были столь смелыми в конце 80-х, когда советская власть реально могла растоптать танками? И то мы видели в 93-м году в России. Почему сейчас настолько всё-таки полярно? То есть кто-то вообще молчит, по сути дела, в массовом характере. А есть небольшая группа людей, которая, правда, растёт, которая всё-таки понимает, что нельзя молчать. Вот почему ты не молчишь? Я просто не могу. Но я думаю, что это поэтому, что мы... Тогда у нас был якобы общий враг. Мы понимали очень чётко, о чём мы или почему мы боремся. Сейчас как бы мы очень разделились на маленькие группы, но это во всём мире так, что как бы я могу быть вместе с хипстерами, я не знаю, людьми культуры, ещё идти на рыбалку. То есть у каждого очень много... Ролей. Да-да-да. Но я думаю, тогда было... Такая... Невердарбега прятошна. Да, это у нас, получается, мирное противостояние, да. Мирное противостояние было единственное, возможно, такое. Сейчас мы можем там... Нам кажется, что мы высказываем своё мнение в парикмахерских и такси, и этим... И этого достаточно, да? И да. Мы поговорим о том, почему молчат некоторые литераторы после небольшого перерыва. Мы вернулись в студию. Добрый вечер ещё раз. Напомню, сегодня наша собеседница, специалист в области общественных отношений, автор множества культурных проектов Уна Розенбаума. В первой части мы поговорили о акции, которые она устраивала для поддержки людей из культурной среды, которую мы назвали «До вас дастся дающему», «Доц», «Доэм, Адодес». Об этом можно узнать в интернете. Я ещё раз приглашаю вас к беседе. Пожалуйста, звоните нам по телефону 67-21-2939 и 67-21-3939. Также ждём ваших сообщений на номер 206191 в WhatsApp и SMS. Среди тем, которые мы успели обсудить в первой части, мы говорили о том, как и почему важно говорить, может быть, даже кричать о том, что нас не устраивает, и почему мы так часто молчим. Одна из акций или проектов, которая действительно была глобальной, по сути дела, была, скажем, твоя попытка донести до иностранного читателя достижение современной латышской литературы, и ты выбрала в какой-то степени молчание или нечто интровертное, как вот такой бренд, который, в принципе, стал, он, во-первых, разошёлся на целый ряд инструментов, и он до сих пор ещё где-то встречается. С другой стороны, это был рассказ о том, как можно молчать и писать, молчать и говорить в то же время. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте. Это такой проект, который мы сделали для London Book Fair. Это… Лондонская книжная ярмарка. Да, да, которая одна из самых больших английских книжных ярмарок. Идея была показать, чем мы отличаемся. И когда девушки из Latvian Literature мне как бы рассказывали проблему и бенефиты латышских писателей, то они сказали, что так они вообще ничего, но если надо публично выступать, они ужасны. Ну просто есть Нора Икстерна, которая говорит, а все остальные… Молчат. Молчат они очень. И тогда показалось, что, может быть, это и надо сказать. Дефект можно превратить в эффект. Вот именно. И так и оказалось, что англичанам очень понравился этот концепт, и они были рады. Ну они смеялись, когда они читали наш манифест. Можешь что-нибудь нам напомнить? Цитировать, конечно, сейчас вряд ли удастся, но может быть какие-то основные положения. Я могу прочитать, я думаю, мы должны найти где. И то есть, ну, я прочитаю потом, но когда на наш стенд подошел один бразилец, он прочитал и сказал, а может быть, я тоже латышский автор. Потому что это настолько, как бы, коррелировало с… Иными словами, идея латышеский писатель как интроверт, латышская литература как интровертная литература. Ну хорошо, во многом, может быть, в ежедневных таких стереотипах интроверт – это нечто, ну, скажем, человек очень закрытый, не способный показать свои эмоции, чувства и так далее. Все-таки с некоторым таким негативным налетом. Как тебе удалось этот образ превратить в… Столь интересно, что прям пылкий бразилец пришел и увидел в нем себя. Знаешь, я думаю, что в коммуникации есть одна вещь, которая, там, неважно, ты из Бразилии или Англии или, не знаю, Сибирь, это неважно. Если что-то честно, ты это чувствуешь. Ну, как бы, я не эзотерик вообще, но если в чем-то есть правда, мы ее чувствуем. И понимаем, что это не поза, это не о том, что мы, как бы, хотели выглядеть лучше, но такие мы есть. А какова это правда латышской литературы? Ну вот именно то, что мы, как бы, каутраемысь. Ну, стесняемся. Мы стесняемся того, насколько мы великолепны. И думаю, что это, как бы, ну, ты знаешь, есть все эти поговорки, что, ну, то есть, что ты не можешь сам себя… Хвалить. Хвалить и так далее. А есть, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, вот именно. То есть, есть альтернативная версия. Да-да, так что это довольно непонятно. Хорошо, но это стеснение, как бы, говорить о своих успехах, оно связано с какими-то коллективными ментальными такими структурами? Мы не удаляемся в нечто абстрактное? Я думаю, что нет. Я думаю, что… А, я могу прочитать. Но это будет на английском, если это ничего. Я думаю, что мы сможем вкратце… Я сделаю записи и вкратце, что-нибудь переведу в основные положения. So, мы рады быть introverts. The world is a perfect place for extroverts. For the kind of people who know how to start a relaxed conversation with a stranger, perform in front of an audience, say something flattering about them, or hug someone for no reason at all. But we are different. Latvians can feel deeply confused when kissed on both cheeks. Or when suddenly talked to a public bus or tram. If someone compliments a Latvian, he will turn red-white-red. Latvian is one of the world's most introverted nations. And so are our writers, of course. And we are proud of it. We allow our books to speak for us, since literature is the perfect world for introverts. Потрясающе. Просто вот вкусный текст. На самом деле, мы гордимся тем, что мы интроверты. Мир принадлежит или идеальное место для экстравертов, которые готовы начать разговор с незнакомцем со сцены. Но латыши, будучи интровертами, очень стесняются, если кто-то с ними заговорит в автобусе, в общественном транспорте, или их поцелуют в обе щеки. Но так как мы интроверты, вместо нас говорят книги. Это очень краткое изложение версии, но действительно очень интересный манифест. И каким образом, какими образами, какими темами говорит современная латышская литература? Ну это как кто, как везде. Может быть, какую-то небольшую панораму? Ну я думаю, что мои фавориты в последнее время — это Илмаш Лапинс со своей книгой стихов я не знаю, запятай, но я думаю, что он один из моих самых любимых латышских авторов. Потом Яна Сионевса издала вторую книгу, и оказалось, что он не one hit wonder, но как бы... Что его популярность как бы длительна, да? Да, но это как бы мои фавориты. Между них нет ни одной женщины, как плохо. Да, это ещё одна тема для нашего разговора, так как времени у нас, то есть, не так много. Тот мир, который ты хотела бы менять, во многом по твоему мнению, это видно из той информации, которую ты распространяешь в СМИ, этот мир слишком мужской, в нём доминирует, скажем, мужчина, и женщины, голые женщины часто не слышно, её заглушают. Ты пытаешься изменить и эту ситуацию. Но перед тем, как мы перейдём к каким-то конкретным мероприятиям и акциям, я вижу это, надо сказать, даже по своим студенткам, что на самом деле меня действительно шокировало в какой-то момент. Мы разговаривали с магистрантками, с людьми, которые уже создали свои семьи, они удачные предпринимательницы и так далее. И когда я начал возмущаться по поводу того, что феминизм считается ругательным словом, и политики его демонизируют, и там заговоры и так далее, то сами студентки, те, кто принципиально может быть подвержен и насилию против женщин, и дискриминацией, давайте не забывать, что, например, в том же банковском секторе у нас очень большие различия в зарплатах, мне они сказали, ну успокойтесь вы, преподаватель, ну что вы так расшумелись, всё хорошо. Когда я возбудился. Это то же самое, по-моему, что с людьми культуры мы не привыкли быть бааи. Слабыми. То есть я не могу сказать, что у меня проблемы, потому что я женщина. Я знаю, что я получаю меньше, например. Я знаю, что феминизм – ругательное слово. И как бы, ну у меня две дочки. И я очень хотела бы чуть-чуть поменять мир перед тем, как они будут в рабочем рынке. Поэтому что я должна быть, как это называется, сукой, если я хочу что-то сделать. Потому что если я просто женщина, меня не берут всерьёз. То есть я должна была выработать такую сторону, которая может сказать даже это слово в его эфире. То есть я должна быть какой-то другой. Стервой, стервой. Стервой, да. Ну вот именно. Так что я думаю, что если бы я могла быть просто женщиной и сделать то, что я делаю, то я бы была лапочкой прям. Это невозможно. То есть получается, что для того, чтобы остаться женщиной, тебе нужно частично стать мужчиной в публичном пространстве. Есть такое. Тогда вопрос. Прошло 30 лет. А мы свободны. Конец 80-х было желание не только как бы обрести заново своё государство, вернуть язык, историю и так далее, но и в принципе как бы стать западом, назовём это так, несколько упрощённо. И это желание не покидало все национальности и этнические группы. Почему теперь мы так как-то снова сдвинулись на восток, условно говоря? Почему мы так быстро растеряли вот то желание? Я думаю, это потому, что меняются роли мужчины и роли женщины. И то есть женщины рады за возможность получить больше, делать больше и так далее, а мужчины просто боятся потерять свой доминант. И я думаю, что некоторые из них просто борются вслепую, им кажется, что им что-то отнимет. Но это не так. А как ты думаешь, каковы причины этой боязни? Ну, если ты всегда был самым… Ну, как бы я знаю такую… Просто пример от моей работы. Есть люди, которые получают деньги за то, что они просто работают мужчинами. То есть кто-то, кто принимает решение. Я это могу сделать намного лучше. Но мне надо с ним бороться за место, где тебе плачут за то, что ты просто мужчина. А в моём случае у меня… Ну, как бы, стыгтайш латвийский. Женщина оценивает после того, что она сделала, а мужчина потенциально, что он в состоянии сделает. Якобы, может сказать, если он не ленивый. Хорошо. И каким образом ты собираешься мир чуть-чуть изменить для своих дочерей? Что конкретно ты делаешь? Ну, я думаю, что примером, во-первых. Ну, что мне очень важно, что я… И думаю тем, что я не ищу… Оттаснуем. Ой, оправдание. Я не ищу оправдание, я ищу как бы решение проблем. То есть это примером. Ещё мы… Я участвую в женском стендапе. Поясни нашим радиослушателям, это зарубежное слово. Стендап – это когда ты стоишь и говоришь смешные вещи. Но как бы этот стендап, женский стендап в Латвии, и он держит тоже как бы позицию феминизма и как бы говорит не только, чтобы мы были смешны или кого-то развлечь, но как бы актуализировать какие-то темы или проблемы. Хорошо. Если бы мы попытались в нескольких словах описать, какова суть и задание феминизма. То есть я не говорю сейчас о волнах, о периодах. Это всё было бы слишком далеко в истории. Но так как это слово действительно демонизировано нашими политиками, и, к сожалению, в этом участвуют нередко и женщины-политики, то у меня вопрос. За что борется феминизм? Вот есть представление о том, что… За одинаковые права. Это всё. Даже не за возможность быть женщиной и делать то, что я хочу, то, что мне интересно. А если кто-то возразит, а кто же тебе мешает? Ну я тогда могу дать очень много примеров о том, кто мне мешает и как мне мешает. И что очень интересно, то 50% — это сами женщины, которые говорят, ну нет, я не могу… Я не считаю, что у креативного директора женщины хорошие идеи. Или говорят, мы возьмём твою идею, но пусть её исполняет мужчина, потому что мы не привыкли с женщинами так общаться. Да, то есть на самом деле логики там нет никакой. Но отсутствие логики тоже ведь работает. Тогда вопрос, где это коренится? Ну хорошо, западноевропейские общества в конце 60-х, сексуальной революции во Франции, в Германии и так далее, скажем, тоже продвинулись вперёд. Мы вроде должны были следовать по пятам. Почему мы так медленно идём? Потому что мы плохо аргументируем свои нужды. Потому что, по-моему, женщины в Америке получили права выборов тогда, когда они сказали мужчинам, что если ты устатес… Доверишься. Если ты доверяешь мне покупать еду для дома и это всё держать вместе, доверишься мне в том, что я тут могу делать хорошее решение. То есть, по-моему, эти аргументы должны быть очень тупыми и очень простыми. И их надо повторять, пока поймут. Необходимо заинтересовать женщин в том, чтобы они сами поняли, что есть какие-то дефициты и проблемы. Потому что я рассказал тебе, студентка, для меня это было достаточно забавно. То есть я как мужчина-преподаватель пыхчу и возмущаюсь, а они смотрят на него и думают, вот чего он волнуется. Всё же так хорошо. Потому что они не видят таких примеров вокруг. И им кажется, что единственная возможная форма – это такая, что ты шея, которая вертит голову, не то, что ты сама, как бы голова. В общем, если ты оцениваешь способность латвийского общества признать и принять другого, какую бы ты оценку дала по десятибалльной системе? Шесть? Шесть. И такое… Слабенькое шесть, шесть с минусом, да? Слабенькое шестёрка, да. А почему столь суровая оценка? Потому что… Это закон о, условно говоря, партнёрских отношениях, назовём его так. Да-да-да. Ну, я работаю с командой, которая пытается это продвинуть. И я вижу, насколько страшны эти истории о людях, которые, я не знаю, гейская пара, у которых дети, и они не могут к ним попасть в больницу. И если есть такой рассказ, то реакция на это у половины людей такая, что они больны, и это проблема больных людей, что нет эмпатии. Я не знаю, как её растить, и как её… ну, сделать так, чтобы она протестала. Потому что, ну, как же это люди, которые любят друг друга, и у них дети, которые… Они тоже любят. То есть в чём проблема? Может быть, потому что любовь эта не укладывается в рамки? Может быть, потому что мы привыкли поколениями видеть, что есть правильные формы любви и есть неправильные? То есть для меня… Но у нас очень-очень такое… Мы не… У нас нет критического мышления. Мы не анализируем вещи, а мы принимаем, что если так было, то это единственный хороший формат, как всё должно быть. Мы не очень-то развиваемся. Хейнрик, гость, который был неделю назад, он упоминал как раз проблемы критического мышления в образовании. Ты видишь там тоже корни этой проблемы? Ну, как бы, знаешь, всегда смешно винить правительство, школу и так далее. Я думаю, это зависит от каждого самого себя. Ну, то есть мы… Всегда есть момент, когда ты можешь поменять своё мнение и услышать, что говорят другие, не только поэтому, чтобы ответить то, что ты уже был готов, но чтобы понять, что они говорят. А зачем мне выходить из этой зоны комфорта? В моём мире всё понятно. Есть чёрное и белое, они не смешиваются, там есть чёткие границы. У женщины есть своё пространство, у геев тоже своё не будем называть, где оно находится. То есть я как бы, как открытый гей, я прекрасно знаю, какие есть чудовищные фантазии по поводу того, чем я занимаюсь и что я делаю. Но суть не в этом, суть в том, что я думаю, что это распространяется, скорее всего, на всех. Помнишь реакцию, допустим, на беженцев. Я поэтому тоже часто задаюсь вопросом, почему у нас рядом здесь, уже в Эстонии, есть целый ряд вещей, которые всё-таки принимают этого другого и дают ему равноправную основу для равноправного отношения к ним. То есть, в принципе, демократия – это о правах для всех, а не для меня львиную долю, потому что я пришёл первый в магазин, а остальным как бы и остаются там крошки. Знаешь, я думаю, что всё-таки общество меняется, но мы просто очень-очень медленные. Почему медленные? Как ускорить? Знаешь, по-моему, не надо. Ну, как бы мы не можем спросить от улитки то же самое, что от льва. Такая… Мы разные. И надо это тоже понимать с нашей стороны. Это довольно большая работа над самим собой. Это тоже с нашей стороны нужна эмпатия. Это верно, да. У нас приближается финал нашей программы, и теперь я хотел бы перейти от сложных и тяжёлых вопросов, может быть, к несколько более лёгким темам. Сырочек Карумс. Каким образом тебя заинтересовал, за исключением того, что она, конечно, невероятно вкусная, когда очень свежая? Ну, как бы, по-моему, у них великолепная команда, которая работает, и у них есть супер чувство юмора и, как бы, национальная идентичность. Идентичность. Ну, да, мы сделали вместе великолепную книгу, которую мы издали во второй раз уже. Там не сказали, что первый тираж разошёлся просто в мгновение окра. Ну, мы его издали на Рождество, и редактор книги был Илмаш Лапинс, и мы пытались найти, чем латыши отличаются от других. Ну, там, по-моему, самое любимое, что очень трудно Арзенекам, иностранцам, иностранцу рассказать, что осенью делают эти тихие люди с ножами в лесу. Собирают грибы. Да, да, да. Ну, как бы, там было... И нам казалось, что люди не будут засылать свои варианты. Мы написали уже много своих... Это была акция, когда... Это была акция, что ты можешь сам, ну, там были супер вещи просто. Их можно, по-моему, до сих пор увидеть. Карум Салве. В принципе, это довольно распространённая идея. Например, очень известный небольшой альбом о том, как финны сами себя воспринимают, и эти книги полны иронии, и в какой степени они дистанцируются от себя, и умеют посмеяться. Умеем мы смеяться? Ой, у нас такая вообще... Вообще, я думаю, что у жителей Латвии великолепное чувство юмора, и англичане нам говорили, что у нас очень похоже, что для меня самый большой комплимент в мире. Я удивлён, британский юмор очень интересный, но он очень особый. Но он такой тёмненький. И у нас то же самое. Я думаю, что у нас есть такая... верх этих щуток, которые такие... бульгарные. Но то, что там внизу... Я думаю, это просто супер. Надо переводить просто. Мы в состоянии сами над собой посмеяться? Я думаю, что да. Но я думаю, что у нас нет такой школы, что мы этим занимаемся, как бритые, ну, то есть англичанины. Я думаю, что если мы это будем развивать, то будет великолепная вещь. Теперь в завершении, может быть, вернёмся к теме, которая создала основу для нашей программы. Это, по сути дела, попытка сблизить разные культурные пространства. Ты видишь какие-то отличия... Может быть, это опять будет попытка стереотипа. Не знаю. Видишь ли ты какие-то отличия в восприятии тем, с которыми ты работаешь, в разных языковых аудиториях здесь в Латвии? Иными словами, мы говорим, как всегда, о двух общинах. Они, конечно, не существуют как нечто закрытое. Мы это давно знаем. Но мы нередко воспроизводим это представление. Знаешь, я думаю, что в культуре, в культуре, в спорте, я не знаю, где-то ещё, наверное, нет такой границы. Я очень сожалею, что эти медиа и толпа, постанцевая медиа, что она разделена. Но я думаю, что очень много людей, латышей, работает с русскими. Обратно я думаю, что это та зона, где искусственный спорт главнее, чем... И действительно, в рамках двух минут очень коротко хотел бы попросить тебя, может быть, будет тяжёлое задание, но я уверен, что ты спрашиваешься с ним, эмпатия, о которой мы сегодня говорили на протяжении нашей программы. По окончанию этой программы каждый ведь может что-то сделать. Нет ли мечта каждого, чтобы можно было изменить мир? С чего можно начать? Ведь эмпатия такая тяжёлая, не хочется выходить из своей уютной зоны, всё там понятно, и тут вдруг тебя могут обступить всевозможные странные люди, и тебе нужно чувствовать? Знаешь, что, по-моему, первый шаг — это слушать. Я об этом очень много думала в последние дни именно про эмпатию. Если мне надо было бы рассказать моим детям, что это такое эмпатия, эмпатия — это то, что ты слушаешь и пытаешься понять. Ты не слушаешь, поэтому, чтобы... Абгаст. Чтобы... Ой, да, я понимаю, и вдруг у меня вылетело это слово. У меня тоже. Опровергнуть. Ну да, ты не слушаешь для того, чтобы опровергнуть или указать на неполноценность идеи, а ты слушаешь, чтобы услышать. И это думаю... То есть это самоценное, это самоценный процесс. Это самое, как бы... Это оно и всё. Ну что ж, тогда остаётся только сказать, пожалуйста, продолжайте слушать «Культ просвет». Это пространство, где встречаются разные культуры. И Уна Розенбаума, наша гостья сегодня, показала, что действительно для пространства культуры нет границ. Мы говорим на общем языке, когда хотим слышать другого. Большое тебе спасибо за сегодняшний визит, за разговор. И спасибо за то, что ты пытаешься упрямо менять этот мир. Успеха тебе и сил. Спасибо. Спасибо за возможность участвовать. Благодарю, уважаемые радиослушатели. На следующей неделе мы встретимся 10 июня в 2 часа и поговорим с философом Игорем Губенко о том, насколько опасно упрощение мира. И большое спасибо моему коллеге Родиону Золотареву за сегодняшний эфир. Спасибо.